МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какое отношение драматический актер имеет к искусству мимов? Здравствуйте! Вы смотрите программу Город Т. С вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня актер Самарского академического театра драмы имени Горького Андрей Цветаев. Он-то и ответит на этот вопрос. Привет! Привет, Марьяна! Здравствуйте! Андрюш, какое отношение ты имеешь к мимам и как твое лето было с ними связано? А я знаю, что оно было с ними связано. Да, было такое дело. Ну, это... Начну из далека, как говорит Минахам в пьесе «Горе напоминальная молитва». Это было еще до поступления в театральный институт, когда я закончил институт на повара-кондитера. Наверное, тоже для многих это будет новость. Мы поговорим сейчас еще об этом. Я дипломированный повар-кондитер. Диплом лежит дома. Я им никогда не пользовался. Вот. Ну, закончив институт, кстати, туда меня послала бабушка. Говорил, я ей говорю, хочу быть артистом. Хочу учиться на артиста. Она говорит, не надо. Артисты говорят, все голодные. Иди на повара, всегда сытый будешь. Бабушка сказала, что делать. Бабушка сказала, надо идти. Пошел, отучился на повара. Честно отучился, получил диплом. Даже не потерял его, лежит он у меня. Но как-то мне было скучновато этим заниматься. Хотя профессия тоже замечательная. И тут в газете я увидел объявление о наборе в студию «Примим театре за двумя зайцами». Я не знал, что это такое, но решил сходить к ним. И вот весь год я у них провел с огромным удовольствием. Это уникальный театр. Ему через год... Ну, вот в этом году, 10 сентября, 29 лет. Как существует этот театр. 29 лет. Он в 1987 году состоялось первое собрание студии, скажем так. А официально он ведет свою историю с 1993 года. Это был первый частный театр в Красноярске. И такой необычный, да? Необычный, да. Театр пластики, мимики и жесты. Когда через мимику, жест, движение лица, движение глаза, можно выявить, не знаю, всю ту суть. И не нужен никакого текста. Ничего не нужно. Все понятно. И люди и плачут, и смеются, и радуют. Огромным успехом, кстати, этот мимтеатр пользуется в Красноярске. Всегда полный зал. Там, конечно, зал небольшой у них. Но всегда переполненный. Мы всегда люди, и очень... В общем, на многих фестивалях они победители. И в Питере, и в Москве, и в Казани, и где только они не были. Можно сказать, что ты как бы с них начинал, да, свою актерскую судьбу? Да, да, да. Именно у них я вот год провел с большой пользой для себя. Вот. А потом я в девяносто... Как он? В девяносто пятом году поступил в институт, и дальше все пошло. Этим летом что ты вдруг решил к ним приехать? Понятно, ты поехал на родину в Красноярск, но... На родину, да, встретиться с друзьями. Ну, я думаю, а что мы так давно не видимся? Мы же в таких прекрасных отношениях. Все время переписываемся, все время там как-то чего-то друг к другу шлем. И столько лет уже не виделись ни разу. Ну, решил, что надо обязательно встретиться. И чудесно мы встретились, посидели, поговорили. Очень душевно, очень тепло. Было очень хорошо. Что это за школа для тебя, как для актера уже драматического, да, чем тебе это помогает больше, чем другим? Потому что, когда вы учитесь, да, на драматических актерах, у вас есть движение, пластика, эти все предметы существуют. Но там же какие-то другие, наверное, да, штуки есть, которые другие-то артисты не знают, а ты-то уже наученный за год в мимтеатре. Ну, даже не знаю, как это сформулировать. То есть, там очень, очень важна четкая техника. Четкая техника. Там чуть, вот в движении, в искусстве пантомимы вообще, чуть движение больше, вот, по-моему, ты, казалось бы, то же самое движение делаешь, но чуть больше, и все. И уже вот у зрителя не йокнет. Вот чуть больше палец, чуть-чуть вот сюда пошел, все. И вот этой вот точности, этой вот филигранности очень, как бы, учит театр пантомимы, мимтеатр, студия при мимтеатре. Для тебя, что это было, как бы, ну, вот я понимаю, что это такой был все-таки жизненный творческий эксперимент, да, в жизни. Что было самое трудное для освоения, наверное, вот таким образом? Что не давалось, может быть, а что, наоборот, легко и сразу с первого раза? Ну, пластика. Пластика, конечно, это для меня было трудно. Я не очень пластичный. Вот так вот, не очень пластичный актер мимтеатра. Да, но если бы, вот мимтеатр мне в этом смысле очень помог, очень помог. И благодаря именно, если бы я без мимтеатра пришел в институт, меня бы отчислили, думаю, сразу же. За движение, за пластику. Да, потому что я, конечно, был совершенно деревянный. Мимтеатр меня в этом смысле очень хорошо развил. А раскрепощает эта история? Раскрепощает, конечно, конечно. И психологически, и физически. Есть такое понятие, как зажим, да, у актеров в актерской среде. То есть, вот если заниматься еще, как это искусство называется, искусство мимов, как это правильно называется? Искусство пантомимы. Пантомимы, искусство пантомимы. Если заниматься пантомимы, это может снять вот этот зажим пресловутый, который у молодых встречается артистов? Безусловно, потому что что такое зажим? Зажим – это когда человек пугается, даже вот неосознанно, вот он боится. А боится человек зажимается, когда он не знает четко, а когда человек четко знает, что ему делать, когда у него есть четкая задача, у него не будет времени на зажим. Он будет четко выполнять задачу. А в пантомиме задачи очень сложные, там нет, просто они не дают возможности на зажим. А ты у них и на зрителя выступал? Ну, я там у них занимался всего год, поэтому да, но мы выступали в каких-то, мы делали капустинки, какие-то сценки, выступали, да. А лицо белым мазали? Мы искали маски, каждый сидел, искал себе определенную клоунскую маску. Я тоже себе искал, ну не белым, нет, я себе более такой веселый грим делал, скорее рыжего. Рыжего клоуна? Да, скорее рыжего, чем белого. Грустного или веселого? Все-таки веселого, да. Больше веселого? Тогда я был более веселый, чем сейчас. Годы идут. Ну так, да. Андрюш, что еще летом хорошего у тебя происходило? Да, потому что я знаю, что вы люди интересные, артисты в хорошем смысле сумасшедшие, вы себе все время работу какую-то ищете. И несмотря на то, что отпуск достаточно длительный, вас это как-то дестабилизирует, вы не хотите долго отдыхать. Вам хочется, вам творчество хочется, работы хочется. Что делали? Нет, работать всегда хочется, но я пока что отдыхал. Я был в Красноярске и отдыхал с друзьями, с артистами Красноярского театра имени Пушкина. Замечательная наша Лариса Николаевна Леиченко встречалась с заведующей литературной частью. Это великая женщина, совершенно замечательная, очень тонкая, умная, интеллигентная. Ну, наверное, Денис вам тоже про нее рассказывал, Евгений Ильич, да? Да, у вас много красноярских у нас друзей в Самаре, прижилось, к счастью, поэтому про Красноярск часто слышат. Ты книжку привез? Нет, книжку мне сюда прислали. Сюда прислали? Сюда прислали, да. Эта книжка, показать, да? Да, показывай, рассказывай, потому что совершенно потрясающий экземпляр. Вот, эта книжка уникальная, это мемуары замечательного такого режиссера Алексея Александровича Малышева. Путь этого человека очень уникальный, потому что его, можно сказать, из любительского театра, он учился в Горном институте в Казахстане. Каким-то образом о нем узнала Вера Павлна Редлих. Кто такая Вера Павлна Редлих, сейчас расскажу. Вера Павлна Редлих – это ученица Станиславского Константина Сергеевича, небезызвестного нам всем. Однокурсница Аллы Тарасовой, Бориса Хмелева, Ливанова. То есть, это вторая студия МХАТ, вот та самая знаменитая вторая студия МХАТ, ученики Станиславского. И вот среди этих учеников Вера Павлна Редлих. Она руководила театром «Красный факел» в городе Новосибирске. Театр называли «Сибирский МХАТ». Это был величайший театр России. Ну, один из самых великих театров России вот в то время. И так случилось, что у нее увели героя, Евгения Матвеева. Вот так. Да, Евгений Матвеев, ну, вы его тоже все знаете по фильмам, он потом режиссером стал, сам много чего снимал. Он у нее играл всех героев. А его увели, и ей срочно нужен был герой. И вот каким-то образом она находит Алексея Малышева в любительский театр Алма-Атинского, по-моему, горного института. И приглашает его в театр. В Новосибирск. В один из главных театров. Да, стать героем. И, как он мне рассказывает, приносят мне вот такую вот пачку ролей. Все роли Матвеева. Говорят, вот давай. Говорят, у меня шок. Я бледнею, я седею. Он молодой тогда был человек. Говорю, нет, я этого не смогу. Все, как же так. Ну, она его послала учиться сперва на актерский факультет в школу-студию МХАТ. Где он был самым старшим на курсе. А на его курсе учились такие, тоже всем известные люди, как Олег Павлович Табаков, который на 7 лет моложе Малышева. Валентин Йошьгафт. Майя Минглет. Вот, друг Малышева, самый ближайший был Евгений Урбанский, который, как мы знаем, молодым погиб на съемках. Вот. В общежитии Алексей Александрович жил в одной комнате с только что приехавшим довольно молодым актером из Нижнего Новгорода, тогда город Горький, Евгений Александрович Евстигнеев. Замечательные имена, фамилии, прекрасные. Да, вот, они очень дружили тоже. Вот. Ну и получается, вот, сразу, да, тайну зрителям раскрою, что в книге вы это и про тебя там тоже чуть-чуть есть, и отражения есть фотографии. Есть, поскольку мы очень дружим, и до сих пор дружим постоянно, часто перезваниваемся с Алексеем Александровичем, с его женой Еленой Павловной Попенко, которая, ну, сразу сказать или попозже. Давай сразу, что потому что вот все хочется. Хорошо, все сразу. Елена Павловна Попенко, жена Алексея Александровича Малышева, начинала работать в театре Пушкина, в Московском театре Пушкина, одновременно с молодым Володей Высоцким, который только что они одновременно закончили. Высоцкий закончил школу-студию МХАТ, Елена Павловна закончила ГИТИС. И они в один год выпустились из институтов, и их взяли в театр московский имени Пушкина. Они вместе играли в спектакле «Аленький цветочек». Высоцкий играл Лешева, Елена Павловна Попенко играла Кикимору. И он уже тогда сочинял какие-то частушки, куплеты, ну, тогда не было, конечно, его всех этих великих песен, которые мы все знаем, да, любим. Но он уже что-то сочинял, и ему позволяли, вот, Равенских, главный режиссер театра тогда был, вот, Борис Равенских, он позволял эти песенки, куплетики какие-то, начальное робкое творчество первое, использовать в спектакле. И вот они вместе ходили к Кикимору с Лешим по болоту, у Лешего была гитара, и они на два голоса, Леший с Кикиморой, распевали вот эти вот куплеты молодого Высоцкого, еще периода до Таганки. — Слушай, как здорово. Получается так интересно, что какими-то обходными путями и тропками вот тебя все равно как-то связан ты вот с такими великими именами и людьми. Как так получается? — Как-то так, фотографию, сейчас вот просто покажу. Вот Малышев, вот Гафт молодой, это их курс. Валентин Гафт черный еще, чернявый. Вот, так, где здесь у нас? Олег Табаков. — Слушай, ну это уникальные фотографии, да? Их же, наверное, вот так вот в широком доступе ты и не встретишь. — Майя Менглет где-то здесь была, которая вот... А, вот Майя Менглет, которая... Дело было в Пенькове, все знают ее, поэтому дочка Менглета. Вот это все однокурсники. Да, это вот из личного архива Алексея Александровича Малышева. Вот Табаков, Урбанский, вот Малышев в каком-то из спектаклей. А, Вишневый сад, третий курс, пожалуйста, 56-й год. — Ты гордишься, что тебя так судьба, пусть и отдаленно, но сводит с такими легендами? — Конечно. — Ты чувствуешь творческое начало в этом свое? — Я чувствую большую гордость, большое счастье, что с такими уникальными людьми мне приходилось и приходится общаться. Вот Евстигнеев, Малышев, вот они на речке, вот Урбанский, Евстигнеев, Малышев, пожалуйста. — Встречающе. — На рыбалке. Там еще Невинный на курс младший учился с ними постоянно. Но здесь, естественно, не вошли все фотографии. Я-то у них дома все это видел и с трепетом, с большим перелистывал этот альбом. Вот с Сергеем Михалковым, вот их встреча. — Великолепно. Книга, ты говоришь, это мемуары, да? — Это вот мемуары, да. — Насколько она читаема не для актеров и тех людей, которые не связаны в профессии? — Она таким языком написана, поэтому, я думаю, она будет интересна любому человеку. Просто ее можно читать, как художественную книгу. Она настолько... Ну, Алексей Александрович очень талантливый человек, а талантливый человек, как известно, талантлив во всем. — Во всем. Продолжая эту тему, книгу... — Даже подписана, да. — Подписана, конечно. — Это вот до отпуска он мне прислал ее. — Так вот, продолжая тему, что талантливый человек талантлив во всем, хочется пару слов сказать о Высоцком и о том, что творчество Высоцкого, оно имеет большое место в твоей жизни, в жизни многих актеров. — Ну, оно, конечно, да и не только актеров, оно вообще в жизни... — Вот, и ты у нас не с пустыми руками пришел? — Да, да, я не просто пришел, я приехал, я только сегодня с поезда, я сегодня утром с поезда, так что я совершенно без сна и покоя решил все-таки прийти к вам. — Очень приятно, мы очень рады, что ты пришел. — Я тоже очень рад. — Давай скажем, что мы будем, что ты будешь исполнять из репертуара Высоцкого, потому что, честно признаюсь, я первый раз слышала эту песню, вот, не то что в исполнении, Андрей, а что такая песня вообще существует, думаю, я такая не одна. Что это за песня, расскажи. — Это песня, которую я очень люблю, к сожалению, ее действительно довольно, она малоизвестна, ее мало поют, потому что поют в основном такие песни известные, баллады его известны, там песни о друге, все. Я тоже шел и думал, что что-нибудь известное спеть, может быть, или... Но решили мы вместе все-таки именно на этой песне остановиться, потому что она... В ней есть то, что я очень люблю, она многослойная, то, что называется, неоднозначная, потому что она вроде бы такая юмористическая, шуточная песенка, но на деле она очень-очень грустная, очень грустная и очень печальная. И вот я вообще... Самый интересный жанр для меня — это трагикомедия, когда смешно и смешно, и вдруг раз ком к горлу. Вот это я люблю больше всего. А в этой песне вот какой-то намек на это, мне кажется, есть. Эта песенка Владимира Семеновича Высоцкого называется «Про мангустов». Ну, как мы поймем, эта песня может использована быть не только относительно мангустов, относительно всех нас. Можно, да? Можно. Змей, 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 кругом, будь им пусто. Человек в выступлении кричал и позвал на подмогу мангуста, чтоб, значит, мангусты выручал. И мангусты взялись за работу, не щадя ни себя, ни родных. Выходили они на охоту без отгулов и без выходных. И в пустынях, в степях и в помпасах даже дали наказ патрулям Игнорировать змеи безопасных И сводить ядовитых к нулям. Приготовьтесь, сейчас будет грустно. Человек появился тайком И поставил силки на мангуста, Объявив его вредным зверьком. Он наутро пришел с ним, собака, И мангуста упрятал в мешок. А мангуст отбивался и плакал, И кричал, я полезный зверек. Но звериков в переломах и в ранах Все швыряли в мешок, как грибы, Одуревших от боли в капканах. Ну и от поворота судьбы И гадали они, в чем же дело, Почему нас везут на убой. И сказал им мангуст престарелый С перебитой передней ногой, Что, говорит, козы в белье, И съели капусту. Воробьи рис в Китае с полей, А в Австралии злые мангусты Истребили полезнейших змей. Это вовсе не дивная дива. Раньше были полезны, и вдруг Оказалось, что слишком ретиво Истребляли мангуст и гадюк. Вот за это им вышла награда От расчетливых наших людей. Видно, люди не могут без яду, Ну а значит, не могут без змей. Снова змеи, змеи, кругом, Будь им пусто, Человек в иступлении кричал И позвал. Ну и дальше, как сказка про белого бычка, Все сначала, сначала, сначала. Цикличная, да, жизнь. Высоцкий, наверное, всегда умеет Подмечать какие-то такие вещи. Это близко тебе. Он как оголенный нерв. Он все настолько тонко чувствует, Что это просто поразительно. Потому что все, любой человек, Про специальность которого он писал, Считают, что он этим делом занимался. Военные, вот люди воевавшие спрашивают, А мы в одном полку не служили? А он не мог воевать. Он в 1938 году только родился. Альпинисты считают, что он был альпинистом. Он не был альпинистом. Но он настолько тонко это чувствует, Настолько вот он пишет эти песни, Что написать песню и не побывать в горах, Все это не пройти, Как это возможно, никому не понятно. Это уникальный человек был. Это гениальный поэт, Который я считаю, Со всеми спорю, Считаю, что это вот Пушкин нашего времени. Ты состоишь в клубе Высоцкого. Я, да, уже давно. И не в первом клубе. Не в первом городе, да, ты состоишь? Не в первом городе, да. Не в первом городе, да. Высоцкого. Ну, вообще, к Высоцкому у меня любовь с детства. Это отец у меня любил Высоцкого, И дома были пластинки, Вот эти вот на концертах Владимира Высоцкого, Такая серия пластинок выходила. И вот я все это слушал, впитывал, Мне это очень нравилось. А в клубе Высоцкого впервые Я вступил в городе Тула. Там один из старейших клубов Высоцкого, Который называется «Горизонт». Володя Щербаков им руководит уже много лет. Регулярно проводятся фестивали, На которые приезжали там и Золотухин, и Смехов, И, ну, все, кто знал Высоцкого. Вот. А приехав в Самару, я это дело не бросил. Где бы клуб Высоцкого найти? Я даже не искал. Они тебя сами нашли? Нет, не они меня нашли. Просто я увидел, что проводится тоже фестиваль. Я думаю, как хорошо. И здесь проводится фестиваль Высоцкого. Это было когда, ну, это было год назад, Когда в 2014 году летом я впервые попал На фестиваль, который проходил в сквере Высоцкого. Фестиваль, приуроченный, ну, к дню смерти Высоцкого. И я узнал про вот этот вот некоммерческий фонд Высоцкого, Который существует в Самаре, которым руководит Михаил Трифонов, Который уже сделал уникальный совершенно музей Высоцкого. К сожалению, он пока не имеет статуса официального государственного музея, Но Михаил всеми силами сейчас добивается, Чтобы этот музей был официальным, с полным персоналом. И дай бог ему в этом иначе. Слушай, то, что касается Высоцкого, Есть такая штука интересная, на мой взгляд. Сейчас прям коротко попытаюсь. Те, кто исполняет Высоцкого в качестве стихов Или в качестве песен, да, большинство этих людей считают, Что, ну, они это делают во всяком случае с душой, да, Пусть там не какие-то, о профессионализме сейчас не говорю, Но во всяком случае с любовью и с душой. А другие, глядячи и слушая это, Говорят, что нет, круче Высоцкого все равно никто это не сделает, Там зачем, ну, перепевать, так скажем, оригинал и делать это хуже. Каково твое отношение, потому что ты Высоцкого поешь, делаешь это по-своему. Я делаю это абсолютно по-своему. За что ты? Ты за какую позицию? Опять же, мое мнение, что Высоцкого не надо стараться сделать как Высоцкий, Потому что как Высоцкий все равно не получится. Можно быть очень похожим, но так не получится. Надо вкладывать свою душу, свои мысли, свои нервы, Свою позицию, свое отношение к тому, про что написано в этих стихах, В этих великих песнях, да. Точно так же, как стихи Пушкина мы берем, мы же не знаем, как Пушкин их писал, Как он читал их, да, но мы берем, нас что-то в них задевает, И если в нас это отзывается, в зрителях это тоже отзовется, правильно? Конечно. Так же и Высоцкий. Я не перестану утверждать, что Высоцкий – это Пушкин. Это Пушкин нашего века. Это актерская песня, да, то есть Высоцкий – это же не просто песня, Это же не эстрада, это актерская песня. Это даже не актерская песня, это прежде всего поэзия. И поэзия высокого уровня. И Высоцкий сам говорил, что я не пишу песни, я, говорит, пишу стихи. Пишу стихи и кладу их на ритмическую основу, просто на гитару, Потому что под какой-то определенный ритм лучше зрителям воспринимается. Я даже не знала, что ты поешь, пока ты не предложил на эфир взять гитару. В театре, во всяком случае, вот в этот приход, так скажем, еще такого не было. В Туле я много пел. В Туле, да, в Самаре я имею в виду. В Самаре нет еще. Какие вообще пожелания попеть на сцене? Ну, в Шелушенке там нету места попеть, там немножко другого плана спектакля. А так с удовольствием, конечно. А, нет, мы там поем же песню вот этих заключенных. С хором вы поете, да. Все равно, все равно. Хочется какой-то такой спектакль, который, ну, не мюзикл пусть бы был, но с актерской песней, с возможностью. Ну, вот еще на новую тему сейчас у меня, Марьяна, наталкиваешь. Да про мюзикл. Я же ставил в Туле рок-оперу «Мелькор» и мюзикл «Дорога в рай», который написала Вера Трофимова. Композитор, все. И я там пел, я там играл одну из главных ролей и даже позволил себе петь вместе с профессиональными певцами. Ну, вот. И если у меня здесь получилось бы тоже что-то подобное сделать, я был бы очень рад. Но для этого должны сойтись много факторов, все звезды должны сойтись. Поэтому я не знаю. А ты бы хотел это в качестве исполнителя или опять поставить что-то в качестве режиссера? И в качестве поучаствовать, может быть, даже. Ну, да. Режиссерская тематика тебе близка? Давай прям коротко такое, Блиц. Ты бы хотел еще вот этим развивать? Конечно, конечно. Я очень этим делом люблю заниматься и с удовольствием занимаюсь. То, что касается сценариев. В Туле я довольно-таки много. Что еще из актерского профиля, вот из большого тебе близко? Сценарий, может быть. Писать? Вот писать как-то так нет. Я только что музыку писал недавно на одну песенку. Ну, я ее, наверное, сейчас петь не буду. Хотя она очень летняя такая. Поэт Михаил Кунш такой есть. Я думаю, что мы с тобой оставим еще на будущее. Просто он мне принес стихи, говорит, я написал для тебя песню. Специально для тебя. И дает мне стихи. Говорит, вот спой ее на концерте, который проводится в библиотеке, в областной благотворительной концерте. Я там частенько выступаю. Он говорит, на, спой, Михаил Кунш. Я говорю, а какая мелодия, чья музыка? Он говорит, как? Ну, возьми и спой просто это еще. Спасибо тебе большое, Андрей, что пришел. Песню у Андрея Нецветаева мы оставим на следующий раз. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи.